Всем добрый вечер! С вами канал Питомник Милы и я Людмила Горбунова. У меня сегодня прямо такой рабочий процесс. Ну, практически первый день приступила к работе. Делала перевалку крупнолистную, метельчатую. Это за сегодня уже четвертое видео. Я хочу вам все показать, рассказать, чтобы ничего не упустить. Сейчас очень такой важный момент, важное видео. Часто вы про это спрашиваете, что делать весной с гортензией. Но сейчас мы поговорим о крупнолистных. Немножко затронем метельчатые. Вот достали из хранилища. Чем обработать? Или вот это киплица и хранилища два в одном. Здесь же они зимовали. Зимовали при плюс 4, 5, 6, 7, 8. Иногда включались инфракрасные обогреватели. Они поддерживали такой небольшой плюс. Морозы у нас в Сибири, под Красноярском, город Железногорск, поселок Годонова. Были очень и очень сильные. Доходило до минус 49. Но это прямо два дня. Был ужас ужасный. Результатом я довольна. Цель достигнута, что не надо мне убирать малышей. Так они здесь у меня будут и зимовать. Отправляла и отправляю я всю зиму с утеплением. Но поговорим сейчас, чем нужно их обработать. Здесь они были без света, с редким поливом. Хранилище вообще не поливалось. Здесь все-таки инфракрасные. Ну и воздух может посушить. Хотя они не сушат воздух. Было нет-нет до тепла. И все равно полив был необходим. Нельзя было пересушивать. Чем обрабатываем? Можно обрабатывать профпрепаратами. Можно не профпрепаратами. Я профпрепаратов очень боюсь. Так как не раз ими сжигала. Значит дозировку надо делать меньше. Если не знаете сколько. Или смотрим инструкцию сзади пачки. Или заходим в интернет, набираем инструкцию. И там все читаем. Как это делаю я. Обрабатывать можно от клеща. У меня есть Масаи, Тепейки. Ну это профпрепараты. Так, что у меня еще? Бертимек, Санмайт, Аберон. Отлично помогает Искра двойной эффект. Фуфанон не очень такой. Он вонюченький. Можно спросить любой препарат, где написано от клеща. Я обработала вертимеком профессиональным. Взяла не 2,5-3 мл на 10 литров. Побоялась. А взяла на опрыскатель умница 12 литров. Ну 10-12 литров. Взяла 2 мл шприцом. Обычный шприц. И туда же добавил свитч. Свитч это препарат, у меня даже здесь от болезни. Вот он, такой сыпучий препарат. Вот у меня он в баночке. Здесь 65 грамм. Добавляю или чайную ложку, или у меня есть такая ложечка весы. Грамм на 1 литр. Опрыскиватель нужно постоянно помешивать. Или встряхивать. Я беру умницу, иду опрыскиваю и вот болтаю. Чтобы все это перемешивалось. Смешивать можно. Смешиваем. Если не появляется хлопья, можно в маленьком объеме. Я сразу делаю в большом. Если хлопьев нет, то все совместимо. И можно обрабатывать. Или читаем на пачечке. Баковая смесь. Должно быть написано, что или баковая смесь. Тогда можно смешивать. Вообще смешивать нельзя. В основном это медь содержащие препараты с чем-либо. Лучше это делать отдельно. Медь содержащими также можно обработать. Обигопик, хом, оксихом. Но тоже меньше дозировочка, чтобы не поджечь. Если даже крупнолистые подожжете. Это вроде и плохо, конечно. Но они очень живучие. Пойдет новая почка. Но этого, конечно, делать не стоит. Но бывает. Еще важный момент. Обрабатываем. Не просто вот сейчас. Сухие, полувлажные. Вот прошлись. Одна смесь. Где-то будет идеально. Зелененье, красиво. А где-то раз листик. И тряпочка сделается. Надо перед обработкой полить. Или хотя бы леечка легко просто вот так вот. Ой, простите. Размахнулась. Леечка немножечко спрыснуть. Чтобы листик был влажный. И грудь чуть влажный. Потому что каждый не угадать. А вот так пробежались. Я беру лейку и просто сбрызгиваю. Потом обрабатываем. Когда я включила досветку. Я обработала от клеща вертимер и свитч от болезни. Может от болезни пройтись еще прогноз. Скор. Это обычные препараты очень хорошо работают. Я ими не пренебрегаю. Я также ими работаю. Они очень-очень хорошо работают. И помогают от разных видов болезней. Какие написаны на упаковке. Сегодня что я решила сделать. Чем решила покормить. Я взяла монокалий фосфат. Сыпала это в баночку. Приклеила здесь инструкцию. Вообще вот от Буйских очень удобная ложечка. Она 10 грамм. Если половинку надо. 5 грамм, то половинку. Я уже вот приготовила. Насыпала сюда 10 ложечек. У меня вот этот бочонок. Сейчас, Емба, подожди. У меня этот бочонок примерно 100 литров. Здесь 10 ложечек. Размешала. Компот пришел. Что, Симон? Проходи. Давай. А можешь, пожалуйста, перекись у вас закатать? Что сделать? Перекись у вас закатать. Ну, попозже, давай. Приехал. Чернышевского 104. Привет. Двору, да? Привет. Привет. Красноярский. Иди. Внука привезла. Вот они. В Дубай. Иди. Из дома раздеты в пригодье. Здесь же тепло. Вот выход в дом. Ты мой хороший. Да что это за ребенок такой? Да и что это за ребенок такой? Господи, смотрите, какой у меня тут. Знаете, какой? Компот. Компот. Охрана никого ко мне не пускает. Давно кто-то ходит, лает. Ладно, иди. Не мешай. Не мешай работать. Не мешай. Вот, размешиваю. Выливаю. И помешиваю. Вот такая труба. Так, леечка можно этой, можно этой. Монокалий фосфат это для корневой. Сейчас нам важен, нужен корень. Это череночки все же прошлого года. Раннелетние, летние, ну до августа. Позже я не делала. И я не просто лейко их поливаю. Здесь не опрыскивание смачивать не обязательно. Здесь идет полив. Но можно также предварительно полить с лимонной кислотой. Можно лимонную добавить прямо монокалий фосфат. Я добавляла. Сейчас, наверное, у меня здесь нет лимона. Чтобы смягчить водичку. И поливаю по рядам все. Не просто лейкой, а рядочками. Вот так поливаю. Быстренько-быстренько-быстренько. Так. Немного. Вот. Вот. Не заливаем, а поливаем. Давайте здесь. Вот. Так. Видно, да? Все. Потом пойду дальше. Пойду дальше поливать стеллаж. Это чтобы у нас наращивалась корневая система. Через недельку пройдусь, скорее всего, кальциевой селитрой. Кальциевой селитрой. Вот я сейчас немножко полила. Вот. Вот цветочная почка. Вот этот конус. Вот она, цветочная почка. Вот так же здесь цветочной почки. Вот здесь вот этот супер-супер. Но это остался у меня, собственно, скажу один хрустик. Думаю, наверное, тоже себе оставить надо. Но посмотрим. Посмотрим. Вот. Сейчас нам нужен корень. Чуть позже пройдусь, скорее всего, удобрения очень много. Или витаминками от буйских, или комплексные от буйских, для гортензии специальные. Вот. Но сейчас пока монокалий, фосфат. От клеща обработали, от болезней обработали. Сильно часто кормить не надо, закармливать не надо. Хотя они обжоры, они любят поесть. И торф, все же при поливе все питательные вещества вымываются. Надо кормить. Кормить я буду примерно раз в 7 или в 10 дней. Буду вам показывать. Покажу, как это делаю я. Ну, в общей части я это делаю интуитивно. Знаешь, что, например, азот можно только до середины лета. Потом уже все, рост не нужен. Лист сильно так же, рост листа не нужен. Азот на осенью не нужен. Так как надо уже закладывать и бутоны, и готовиться к зимовке. Нужен и фосфор, и калий. Но я не агроном. Я только агроном по жизни. А так я рассказываю, как это делаю я. Это не пример. Это так повторять не надо. Смотрите еще на свои условия, свои растения. Примеряйте все к себе. Смотрите на свои ошибки, свои удачи, неудачи. И пробуйте по-разному. Пробуйте так, и так, и так. И я еще пройдусь вот хилатом железа. Хилатом железа раз в недельку, в 10 дней. Также очень и очень желательно и обязательно. Хилат железа не здесь, да? Я его где-то приготовила. У меня его осталось совсем немного. Надо заказывать бутыль. Потому что от него прямо волшебство. Лист на глазах делается зеленый. Не ждем, пока будет пожелтение. Не ждем, пока будет холороз. А делаем все, чтобы этого не было. Можно взять секвестрен турбо. Можно, я говорила, витаминки от буйских. Можно взять любой хилат железа. Микрофе. Сейчас столько много. Есть удобрения просто для гортензии. Не знаете чем? Возьмите для гортензии и поливайте для гортензии. И также, а вот еще вижу. Есть фировит. Также отлично работает. Пройтись фировитом. Но его я смешивала. Эпин или циркон. Фировит. Полтора миллилитра одна ампула эпина циркона на литр воды. А фировита на 10 одну ампулу. Получается 1 фировит. И на 10 литр 6-7 ампул эпина или циркона. Тогда эффект намного лучше. И о скашении. Гортензии, которые подвержены окрашиванию, которые могут поменять цвет на голубой. Они у меня в основном сейчас в синих горшочках. Я подсыпаю флоризель по одной щепотке примерно в 3-4 недели один раз. Это я делала и зимой, когда они были на охлаждении, когда у них был период покоя. Ну вот, не будем затягивать. Ой, порвала. Ладно, мы его используем. Мы его используем. А я сейчас пойду поливать всю теплицу. На это у меня уйдет, наверное, части полтора. Может быть, поменьше. И еще мне надо подниматься. Такая лесенка очень удобная, как стульчик. Сремяночка крепкая. Что я боюсь. Из-за ноги. Куда полезком путь? Вот эти френч болеро наверху я также буду поливать сейчас. Монокалий, фосфатом. Навожу не в каждую леечку, как раньше, а сразу в одну бочечку. Здесь у меня удобно еще выведена вода. Здесь у меня есть леечка вот такая для обычного полива. И всякие разные маленькие леечки для полива уже с удобрениями. Подписывайтесь. Забегайте на мой второй канал. Питомник Милый Лайф. О жизни, о доме. Там я, может быть, завтра еще что-нибудь сниму. Покажу. Ну, в основном, конечно же, у меня все здесь. Сейчас у меня активные съемки. Сегодня начались. Так как у меня есть, что показать. Показывать можно часто, показывать можно долго. Всем всего хорошего. До свидания. Всего вам самого доброго, самого лучшего. До свидания. До свидания.